Вот уже 70 лет они защищают социальные и гражданские права человека труда. Владимирское региональное объединение профсоюзов – самая крупная некоммерческая организация в области. В её состав входит более 100 тысяч человек. 10% из них работает в Коврове, на заводе имени Дегтярёва. Ежемесячно трудящиеся отчисляют 1% своей зарплаты в пользу членских взносов. Деньги небольшие, зато полная защищённость. Мы сохранили социальную сферу, у нас пионерский лагерь, у нас профилактория работает, кроме того, туристическая база. В рамках торжественного мероприятия руководителей отраслевых, первичных, городских и районных профсоюзов наградили. Каждый из них внёс весомую лепту в развитие регионального объединения профсоюзов. Причём работают наши профсоюзы на благо трудящихся всей страны. Последний раз речь шла о пенсионной реформе. Владимирские профсоюзы свои предложения тоже присылали. И, безусловно, они были учтены, когда состоялись переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот они в том числе вошли в пакет во все наши предложения. И я хочу вам сказать, что из 16 предложений, которые поступили от профсоюзов, 13 было принято. Отметила работу профсоюзных объединений и руководство области. Причём объединения, выступающие за защиту прав трудящихся, не дают скучать ни исполнительной, ни законодательной власти. Объединение профсоюзов совместно с администрацией области проводит работу по совершенствованию, по улучшению системы оплаты труда. Мы вместе стараемся всеми силами и будем продолжать эту работу, находить новые подходы по повышению уровня зарплат в Владимирской области. Причём и в бюджетной сфере, и, конечно же, во всех сферах экономики. Законодательное собрание Владимирской области очень тесно сотрудничает с профсоюзами. Мы при принятии законов советуемся по различным направлениям развития экономики, социальной сферы с нашими профсоюзами. Я очень люблю бывать в торговых коллективах, с удовольствием бываю в профсоюзных организациях. Со многими из вас мы постоянно встречаемся. Иностранные инвесторы должны брать пример и создавать профсоюзы на своих предприятиях, которые строят в нашей области. Такой наказ дал губернатор. Опыт в решении этого вопроса имеется. Вот только работать в этом направлении ещё предстоит много. У нас такие примеры уже были. Это был Гороховец, турки, когда у нас там были стекольные производства, у нас там был профсоюз. Да, они очень там как бы инертно к этому подходили, но в любом случае нарушение там законодательства было очень довольно-таки большое. Поэтому мы будем только это приветствовать. И это с юридической точки зрения допустимо. Сегодня в гостях у Владимирских защитников прав трудящихся коллеги из профсоюзов Луганской и Донецкой народных республик. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Цель – повышение уровня экономической и социальной защищённости работников. Инициатива создания и подписания документа принадлежала гостям. Их профсоюзы ещё молодые. Первоначальные задачи они решили. Теперь надо опыт перенимать. Первыми задачами, которые стояли перед нами – это мобилизация. Мы должны были защищать нашу родину. И мы это сделали. Мы не допустили фашистов, не нацистов, всех этих представителей коричневой чумы на нашу территорию. И мы этим гордимся. Вопросов и обращений, касаемых социальной защищённости, у членов профсоюзов народных республик куда больше, чем в нашей области. Несколько ключевых решений приняли и на сегодняшней встрече. Например, стороны договорились, что дети трудящихся ЛНР и ДНР будут отдыхать в санаториях 33-го региона. Алексей Дудин, Дмитрий Журавлёв, 6 канал.